Всем привет! Сегодня буду готовить лепешки с сыром. Рецепт очень простой, быстрый и легкий. Доступный ингредиент и потрясающий результат. Я думаю, каждому придется этот рецепт по вкусу. В сотейник наливаем 250 мл молока. Ставим на огонь и доводим до кипения. Снимаем с огня. Добавляем 60 г сливочного масла. Перемешиваем, чтобы масло полностью растворилось. В отдельную чашку просеиваем половину нормы муки. 200 г. Добавляем 1 чайную ложку соли, 1 чайную ложку сахара и 1 чайную ложку сухих дрожжей. Вливаем остывшую молочно-сливочную смесь. Вливаем 1 столовую ложку растительного масла. Перемешиваем и постепенно начинаем вводить муку. Всего муки у меня ушло 350 г. Мука бывает разная, поэтому количество вам может понадобиться больше или меньше. Тесто получается мягкое и совсем не липнет к рукам. Кладем в миску и убираем в теплое место на 1 час. За это время приготовим начинку. Сыр 400 г натираем на крупной терке. Отложим 4 столовых ложки сыра для посыпки лепешек. В оставшийся сыр добавляем 2 столовые ложки сметаны и перемешиваем. Делим начинку на 4 равные части. Из каждой части формируем колобочки. За 1 час тесто хорошо поднялось. Хорошо вымешиваем около 7-10 минут. Затем делим на 4 равные части. Из каждой части формируем колобочек. Берем 1 кусочек и раскатываем в лепешку. В середину кладем сырную начинку. Формируем мешочек. Хорошо скрепляем и отрезаем получившийся хвостик. И раскатываем лепешку диаметром примерно 18 см. Получившиеся лепешки кладем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Хорошенько взбиваем яичный желток и смазываем поверхность лепешек. Сверху лепешки посыпаем заготовленным тертым сыром. Отправляем в разогретую духовку до 200 градусов на 20-25 минут. Даем лепешкам слегка остыть и подаем к столу. Нет ничего сложного, а результат вас порадует. Мягкое дрожжевое тесто, много сыра в начинке и удивительный аромат. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новый ролик. Всем добра и до новых встреч на канале Первый Кулинарный.